всем привет сегодня хочу показать как делаю крупный листовой иван-чай ферментированный как закручиваю чай есть такая вот доска это лист фанеры 40 на 40 десятка на нем с помощью циркуля нарисовал ламелья и выбрал болгаркой шлифоварным диском все получилось вот такая вот штукенция требуется чашка не гибкая с толстого пластика можно стеклянную или эмалированную но не железную собираем лист иван-чая как это делать я показывал что на этом можно заработать на сушеном но не стоит собираем короче лист потом привозим домой маленько его раскладываем чтоб он как сказать маленько подвялился если его не подвялить он будет крошиться ломаться теперь он гибкий положили можно маленько накидывал свою чашку запихиваем все эти листья не хитрыми движения по часовой стрелке на так кто в какую сторону сделает начинаем крутить когда маленько покрутишь чувствуется что там образовался комок и крутить уже с усилием приходится а вот и 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 Вот они листочки, уже наполовину закрутились. На улице дождь идет, самое время заняться заготовками, это я не на продажу, это я делаю чисто себе. Мне самому надо на зиму, вернее на весь год, 7 килограмм литового чая. Вот они листочки, уже наполовину закручивать. Вот так вот распушить надо, где-то примерно на три раза, иначе половина листьев останется не скрученным. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну вот и все. Вот так вот он выглядит скрученный. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Все, теперь положим его в пакет. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Сейчас весь его докручу, и потом еще покажу, что дальше делать. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну вот, весь докрутил, вот он такой получается. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА И оставить на сутки, ну не в прохладном, плюс 20 примерно температура, чтобы было. и что-нибудь положить сверху пакет то есть плотно замотать и все потом а потом уже по желанию кто-то в духовке сушит я предпочитаю естественную сушку после духовки иногда бывает привкус горелости вот тут натуральный продукт вы сушим и покажу какой он потом становится ну вот он проферментировался сейчас его разложить тонким слоем и так он будет сутки даже двое естественным путем сохнуть периодически помешивать не забывать можно конечно не помешивать если очень жарко на улице лучше помешивать чтоб плесень не полезла нигде аромат примерно как сила спахнет она высохнет покажу какой сейчас он еще темно-зеленый высохнет будет черный ну вот какой чай в итоге получается здесь где-то грамм 200 чая готового две пачки чая 100 граммовых может больше наверно больше две пачки на по 200 грамм по вкусу прикольный то что без духовки все витамины на месте главное не на солнце сушить на солнце он свойства свои все теряет все весь процесс вроде показал что-то непонятно спрашивайте все всем пока подписывайтесь не забывайте комментарии лайки чё там еще короче кто что хочет тот ставьте лайки чё там еще раз